Приветствую, друзья! На дворе у нас стоит 11 июня, 6 часов утра. Я нахожусь в лесу, недалеко от нашего городка. Приехал на небольшую речку, называется она Левая Рассошина. Бывал я на ней в прошлом году пару раз осенью. Неплохо так половил хорисков возле газопровода. Ну а сегодня решил пройти по старой лесной дорожке, где-то примерно с километра дорога отойдет вдоль речки, а потом тайгой выйду на саму речку и по ней уже пойду в обратку вниз по течению. Попробую что-нибудь поймать. Кому интересно, оставайтесь со мной и вперед! КОНЕЦ Вода все же большая на данный момент. Передвигаться по самой речке не получается, а по берегу пройти весьма затруднительно, завалы тут такие, заросли. ну попробую как-нибудь двигаться дальше. Ну вот вроде место такое подходящее для стоянки рыбы. Сейчас здесь попробую. Ну что-то мне подсказывает, что нынче с рыбалкой будет не особо. Возможно вообще с хорьком останусь. все-таки вода большая. Поводок идет еще на речке. И ловиться сегодня не будет. Так, попробую пока на червя, а потом поставлю мушку. Только что ленок схватил. Ё-моё! Пока я с Гоупрошкой тут вошкался, Включал ее, сошел. Ну ё-моё! Линяра там такой был. Ах ты! Вот это поклевка была. Как же я так? Гоупрошка эта долбанная. Надо было вытаскивать, потом уже ее снимать. Нет, надо же, чтоб процесс весь заснять. Чтоб красиво было. Ну вот доснимался. Поводил, поводил его, пока тут Включал, он и Соскочил. Не, ну такой удар был, знаете, Прямо что-ж, аж душа запела. А то что ленок, реально я его видел, Он вывернулся. Такой на килограммчик. Червя обожрал и ушел. Но сейчас Навряд ли он возьмется второй раз. Ах ты! Как же так-то, а? В следующий раз Тащить надо, а не снимать, съемкой заниматься. Так, ладно попробую еще раз. Может быть все-таки он Осторожность потеряет. И схватится. На червя взял. Леса пробегала. Ну вот долгожданная поклевка. И такой хороший хоризок. Вот он, красавчик. Хороший. Взял на караеда. А я уж думал все. Отчаялся даже. Прошел практически весь свой маршрут по речке. И пусто. И вот здесь Фодя подарил мне хоризка. Второй хоризок. Этот поменьше. Взял на мушечку. Ну еще б. Так средненький экземплярчик пойдет. Еще один. Еще один красавчик. Интересно. Это можно сказать 3 часа бегал в верховьях. В чердерях каких-то. Охариус ловится. Вот он. Буквально в 300 метрах от машины. Так. Охариус ловится. Охариус ловится. Охариус ловится. Охариус ловится. Охариус ловится. Охариус ловится. Да. Охариус ловится. Охариус ловится. часов. Рыбалку закончил. В зачете получилось у меня три хариуса. Жалко конечно ленок ушел, хороший был. Ну ладно, в следующий раз его возьму. Так, рыбку сразу почистил. Кстати, никогда рыбу не мою на речке в тайге. Так почистил, травкой обтер и все. Потому что в жаркий солнечный летний день, если рыбу помыть, это вода. В воде, понятное дело, живут бактерии. Они сразу начинают взаимодействовать с рыбой и рыба намного быстрее приходит в негодность. Особенно, если целый день по речке ходить. Поэтому лучше ее промыть дома. Но с этим уловом сейчас приеду домой. Что тут ехать до дому 10 минут? Да, зажарю жареный свежий хариус, который три часа назад плавал в речке. Это, это вам скажу, такая вкуснятина. Кто пробовал, то знает. Ну а на этом с вами, друзья, прощаюсь. Всем добра. До новых встреч.